Настоящие испанские кориадо-де-сердо, что в переводе означает свиные щеки. Я их подаю в соусе демигляс. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. В наших краях свинину нежно любят. Ее гораздо проще здесь найти, очень приличного качества, нежели говядину или, скажем, баранину. Сегодня я хочу вам показать даже не рецепт, а базовый способ приготовления мяса, который требует длительной готовки. Так можно готовить как свинину, так и говядину. Причем для этого рецепта лучше всего подойдут как раз-таки такие жилистые трубы. Именно они максимально раскроют свой вкус в этом блюде. Пройдем на рабочее место. По моим наблюдениям, очень небольшое количество, скажем так, домашних кулинаров готовы тратить свое время на приготовление различных соусов, считая их совершенно необязательной добавкой к основному блюду. Однако именно готовый соус объединяет все ингредиенты в нем. Давайте начнем. Итак, вот у меня свиные щеки. Они имеют жировые прослойки и соединительную ткань. Как уже сказал в начале щеки, я буду подавать в соусе демигляс. Это, конечно, не классический демигляс, но нечто очень близкое к нему. Порежу пока лук. Он у меня мелкий, поэтому на четвертинки. Классический демигляс – это концентрат красного бульона, который готовится из запеченных до коричневых костей и обрезков мяса с корнеплодами. Вот в этом ролике я подробно про него рассказывал. Если не видели, щелкайте и смотрите. Ну или заглядывайте в описании видео, ссылка там будет. Для сегодняшнего рецепта я буду использовать концентрат красного бульона из курицы. Он готовится ровно по тем же самым принципам, только для его приготовления. Я, как несложно догадаться, использовал не говяжьи обрезки и кости, а куриные. На сильном огне начну обжаривать мясо. Основой демигляса являются продукты реакции Майяра. А эта реакция происходит при обжаривании с белками в присутствии сахаров. Эти сахара я внесу добавлением лука. Луковый сок содержит достаточно большое количество сахара. Важный момент. Если лук порезать мелко, то он, конечно, сразу даст много сока и значит много сахара. Но если в сковородке будет много сока, мясо будет тушиться, не обжариваться. Поэтому, во-первых, нагрев под сковородкой очень сильный, а во-вторых, лук надо порезать достаточно крупно. Какая красота! Но, конечно, огонь должен быть не настолько сильный, чтобы все горело. И лук не надо выкладывать сразу весь. И еще момент. Выбирайте сковороду подходящего размера. Если вы сразу положите кучу мяса в небольшую сковородку, то у ее тепла просто не хватит, чтобы все обжарить. А если у вас сковородка недостаточно большая, ну тогда мясо можно обжаривать по частям. Отлично! Посмотрите, как подрумянилось. Отложу его пока в сторонку. В этой посудине надо оставшийся лук слегка подрумянить. И добавить чеснока обязательно. Сейчас лук немного прижарится, и можно будет продолжить. Вот смотрите, на дне сковородки появился так называемый благородный нагар. Это как раз-таки продукты реакции Майяра и карамели из луковых соков. Именно этот нагар и эта карамель даст ароматическую основу будущему соусу. Но только их для соуса мало. Поэтому добавляю протертые томаты. И томаты тоже надо обжарить. То есть не просто прикипятить, а дать лишней влаге выпариться и дождаться изменения запаха. Очень важно поймать момент, когда получившаяся паста именно начнет прижариваться. Наш соус должен иметь очень богатую палитру вкусов и ароматов. Лук далеко не всегда бывает достаточно сладким. Поэтому я добавлю немного сладкого вина. Буквально граммов 50. Оно частично выпарится, а частично впитается луком. А вот теперь можно внести основную влагу в наш соус. И вместе с внесением влаги мы растворим карамельный нагар и продукты реакции Майяра. Это я делаю красным вином. И вот его надо побольше. Для готовки нет нужды покупать какое-то дорогующее вино. Но и откровенный уксус, конечно, тоже не стоит сюда плюхать. Соус демигляс – это концентрат красного бульона. То есть концентрат бульона, полученного как раз-таки из этих прижарок, из продуктов реакции Майяра, которыми я вас сегодня уже задолбал. В этой посудине этих продуктов маловато. И соус не получится настолько насыщенным, насколько мне хотелось, если использовать только то, что есть в этой сковородке. Поэтому я добавлю сюда куриный концентрат, про который говорил в начале ролика. В этой порции скопился вкус и аромат, которого хотелось бы на несколько хорошо поджаренных курочек. Собственно, основные процедуры на сегодня на этом завершены. Возвращаю сюда отложенную свинину. Теперь она будет медленно тушиться в этой посудине и насыщаться всеми ароматами. Сразу немного посолю и накрою крышкой. И убавлю огонь до слабого. Надо довести ее до мягкости. И займет это примерно час. А вот если вы будете готовить жилистую говядину, то процесс может растянуться и на 2 часа. Нужно дождаться, когда мясо станет восхитительно мягким. Ждем. Свинина готова. Пахнет совершенно сногсшибательно. Надо подготовить гарнир. Так как соус у меня будет очень ярким, то гарниром будет нейтральная картошка. Сейчас она отварится и можно будет подавать. А я пока доведу соус до ума. Солью его на сковородку. Важно постараться снять с соуса весь жир. Он тут совершенно не нужен. Если вам его жалко и вы не заботитесь о размере талии, то можете использовать его для готовки. Он очень ароматный. Но вот в соусе он лишний. Честное слово, с жиром очень сложно получить однородную текстуру. Короче, потратите пару минут и удалите его. Будет лучше, правда. Отлично. Теперь огонь посильнее, чтобы выпарить лишнее и чтобы соус загустел. Пока он еще очень жидкий, добавлю черного перца. Просто потому, что надо дать этому перцу пропитать соус. А вот соль, сахар подождут. Если солить до того, как он загустеет, то готовый соус будет пересоленным. Ну, это банально всем понятно. Потому, что загустевает он от выпаривания. То есть концентрация соли в нем возрастает. Посмотрите, какая красота. Вот теперь надо убавить огонь до минимального, иначе чересчур загустеет. Соль, сахар и сразу же яблочный уксус. Ну, что тут у нас? Обалдеть! Просто сногсшибательный вкус. По похожему принципу я готовил говяжьи ребрышки. Если пропустили, щелкайте и смотрите. Главное, запомните принцип. Для того, чтобы получить этот соус, нужно как можно больше продуктов реакции Майяра. А это значит, при жареных белков присутствие сахаров. Поэтому при обжарке, когда появляется вот эта классная корочка, добавляете лук, добавляете томаты, поджариваете хорошенько. Потом соль, сахар, яблочный уксус. Добавляете влагу в том или ином виде. И получаете совершенно восхитительный соус. И еще. Можно сюда, на этапе обжарки, добавить очищенное, безшкуренное, мелко порубленное яблоко. Оно размякнет, превратится в пюре. И в сочетании с яблочным уксусом создаст очень интересную такую яблочную нотку этому соусу. Возьмите на вооружение. Вот такая красота у меня получилась. Нейтральная картошка, свиные щеки и соус. Снимаю пробу. Вы посмотрите на это. Просто посмотрите. Тает. Буквально тает во рту. А соус... Нет. Отброшу обычно присущую мне скромность и прямо заявлю. Я король соусов. Приготовьте это. Вы будете на седьмом небе. Это сказка. Я готов спорить на что угодно. Вы влюбитесь в результат с первого раза. Вот и все на сегодня. Готовьте и делитесь своими впечатлениями. Под этим роликом или в группе ВКонтакте. Все ссылки вы найдете в описании видео. И делитесь этими рецептами со своими друзьями. Давайте пропагандировать вкусную еду. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok